Мир вам, возлюбленные братья и сестры, дорогие друзья! Господь в очередной раз явил нам Свою милость и позволил прийти в Дом молитвы, чтобы услышать Его Слово, чтобы поучаствовать в этом служении, чтобы помолиться, чтобы всем вместе воспеть Иисуса Христа. Слава Богу за это! И сейчас, начиная это служение, мы, как всегда, прежде всего, обратимся к Господу, попросим Его благословения, совершим молитву. Великий, чудный Творец и Создатель наш, в этот утренний час дня воскресного мы предстали пред Твоим святым лицом, и мы, Господи, хотим возблагодарить Тебя, что милость и благодать Твои продлились над землею. Господи, Ты сотворил этот день, и Ты позволил нам увидеть солнце, Ты позволил нам прийти в Дом молитвы, чтобы поклониться Твоему великому святому имени. Господь, это милость Твоя, и мы вполне это осознаем. Господи, сегодня мы очень хотим иметь встречу с Тобой. Мы очень хотим, чтобы Ты сам посетил это служение, чтобы Ты наполнил этот Дом Твоим присутствием, и мы очень хотим пережить действия Твоего Святого Духа. Господи, благослови каждого из нас в отдельности, открой наши сердца, приготовь нас к слышанию Слова Твоего и Твоих святых истин. Господи, мы просим, чтобы Ты облег силой свыше братьев, которые будут передавать Слово. Ты говори через них. Мы молим, чтобы Ты благословил и хор поющий, и всякое участие, которое будет. Господь, мы очень в Тебе нуждаемся. Благослови нас, и прибудь с нами Духом Твоим Святым. Ты знаешь каждое сердце, Ты знаешь каждую душу, и Ты знаешь, кто в чем нуждается. Кто находится, может быть, в унынии, в переживании, поддержи таковых. Господи, может быть, кто-то нуждается в обличении, мы просим, обличи таковых. Мы молим, чтобы Ты Сам проговорил к каждому сердцу те слова, которые Ты хочешь сказать. А нам даруй быть очень внимательными, чтобы услышать Твой голос. Господи, настрой нас на молитву, и даруй нам общие молитвы. Помоги, чтобы мы в это время по-настоящему всей Церковью молились к Тебе. Ты знаешь также и материальные служения, которые нам предстоят. Благослови эти сборы. Господь, если Тебе угодно, хотя бы некоторым даруй покаяние в этот день. Мы славим Тебя за все, благодарим Тебя, и все придаем в Твои любящие и святые руки. Прибудь с нами чудный наш Бог, Святая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Отец, Сын и Святой Дух. 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 Слава Богу! Второй Александр Попов, брат из города Сакрамента. И третий Александр Каприян, брат из города Спокена. Итак, я прошу, чтобы мы могли поддерживать их служение молитвенно, и мы ожидаем в этом собрании действия Святого Духа. Приготовимся слушать Слово Божие. Приветствую вас, дорогие братья и сестры, и любовью Господа нашего Иисуса Христа. Меня зовут Александр Захаров. Я с Москвы, проездом. И вот получилось вашу общину посетить. Я передаю привет от нашей церкви. Она называется Ковчег. Она находится на юге Москвы. Небольшая. 140 членов церкви. Ну, когда я пришел Господу в эту церковь, там покаялся, она вообще собиралась в квартире у нашего пресвитера. Потом росла, и Господь даровал нам и служение. Вот немножко я хотел рассказать, чем я занимаюсь. Я представляю, помимо своей церкви, где я несу служение пастора, сейчас миссию РСР, русско-христианское радио. Начинали мы в Москве с радиопередач, затем стали издавать журнал «Евангелие за колючей проволокой» для рассылки в тюрьмы, затем стали делать реабилитационные центры, создавать это все Господь делал, используя нас. Сначала первый был центр для уверовавших, кто выходил из тюрьмы, а затем для наркоманов и алкоголиков. И сейчас вот у нас уже 13 центров таких, где находится около 100 человек, проходят реабилитацию. Мы журналы распространяем через тех людей, кто посещает от церквей тюрьмы. Это уже больше 600 таких человек. Они сами посещают и несут наш журнал. То есть вот, если обобщить, то наше служение, оно направлено в помощь людям тем, кто находится в трудных жизненных ситуациях. Потому что, ну не секрет, я сам такой. Меня Господь коснулся через трудные жизненные обстоятельства. У меня родители были неверующие. Мама уверовала чуть раньше меня, когда я был еще молодым. Но потом Господь повел своим путем и вел в церковь свою. Вот хотелось сегодня поделиться с вами из книги пророка Иезекииля. Из 9 главы я прочитаю первые шесть стихов. И возгласил в уши мои великим голосом, говоря, пусть приблизятся каратели города, каждый со своим губительным орудием в руке своей. И вот, шесть человек идут от верхних ворот, обращенных к северу. И у каждого в руке губительное орудие его. И между ними один, одетый в льняную одежду, у которого при поясе его прибор песца. И пришли и стали подли медного жертвенника. И слава Господа Израилева, сошла с Херувима, на котором была к порогу дома. И призвал он человека, одетого в льняную одежду, у которого при поясе прибор песца. И сказал ему Господь, пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей, скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак. А тем сказал вслух мой, идите за ним по городу и прожайте. Пусть не жалеет ока ваше и не щадите старика, юношу и девицу, и младенца, и жен бейте до смерти, но не тройте ни одного человека, на котором знак, и начните со святилища моего. И начали они с тех старейшин, которые были пред домом. Нам, живущим на земле, трудно понять, бывают небесные причины, происходящие вокруг нас. Но иногда Господь приоткрывает вот эту тайну завесы между земным и небесным. Так вот произошло во времена осады Иерусалима войсками Новохудоносора. Люди видели одно. Ну, что они видели? Видели то, что соседнее государство усиливается, растут его амбиции, притязания на чужие территории. Видели, что войска захватчиков входят в их страну, идет осада многих городов, они падают. Но не видели того, что происходит в духовном мире. А материальный наш мир, он тесно связан с духовным. И живущим на земле людям подчас это непонятно. Люди не разумели и в то время вот этой связи. Они пытались как-то противостоять вот этой опасности, пришедшей в их дом. Они заделывали разрушенные, строили оборонительные сооружения, обучали солдат, вели какую-то оборону, посылали послов в соседние государства. И вот находится человек, которому Господь начинает открывать, из Экиль, духовную сторону происходящего. Чем этот был человек? Это был священник, который был уведен в плен вместе с предыдущим царем в дальнюю страну. Он жил возле Вавилона в относительном спокойствии, вот если сравнивать с тем, что происходило на его родине. Но этот человек, он старался угодить Богу, служить ему даже в тех условиях, в которых он оказался, в плену. И Господь его избирает, быть пророком. Быть пророком, который взвещает не только будущее, но и происходящее в этот момент в Иерусалиме. Не было ни телевидения, ни радио, ни интернета, а вот в день, в день пророк говорил, что происходит в Иерусалиме, который за много-много километров находится от места, где находились плененные, изгнанники. И не только открывал Господь этому человеку, что происходило, но вот то, что там какие-то события были по поводу осады, какое наступление было врага, какое бедствие испытывали осажденные. Он открывал, Господь, то, что происходило в тайных комнатах и что творили те, кто были почитаемы в народе, были вождями израильского государства, иудеи. И помимо этого, того, что вот Он открывал им, Господь открывал ему, что там было языческое поклонение, святотатство, открывал еще, вот как мы вот сейчас прочитали, духовное, небесное, то, что было согрыто даже от тех, кто укрывался от всех в потаенных комнатах, чтобы совершать грехи свои. Видел Иезекииль духовную причину и что происходит. Господь не сокрыл это от своего служителя. Кажется удивительным то, что происходило с Иезекиилем. И невольно на себе как-то примеряешь вот эту роль. Мы стараемся тоже угодить Богу и хотим, чтобы Господь нас использовал. Но сразу понимаешь, что вот эта ноша, она очень тяжелая. Это поприще легло тяжелым бременем на Иезекииля. И вот в нашей ситуации открой, Господь, нам, кто чем вот из великих сейчас чем занимается, думаешь, язык мой повернулся бы сказать об этом. Мог бы я как-то в лицо в лицу этому человеку великому в наше время что-то сказать. Но Иезекииль находил в себе силы быть верным и послушным Богу. Он это делал. И вот я хотел поговорить о людях, которые были отмечены прибором Песца вот этого ангела. Очень похоже вот это вот событие, которое мы сейчас прочитали, на то, что происходило в Египте. Там тоже ангел-губитель не касался тех, у кого был знак на проеме дверном, на косяках была кровь Агнца. Здесь тоже особый знак на людях, которых не касался, не касались вот следующие люди, которые шли и поражали. И вот в отличие от египетских событий задумаемся, а что чувствовали вот эти люди, что они знали? Ведь им не было открыто, как Иезекиилю, духовное. Вот эта завеса была для них закрыта. Что у них было, чем они отличались от других, что-то они предпринимали для своего спасения или нет? Я скажу, что с одной стороны они, конечно, и ничего не предпринимали, но с другой стороны очень много. Да, эти люди не знали то, что было сокрыто, то, что происходило на небе. Они не видели ангела, подходящего к ним, то, что он на челе их ставит какой-то знак, но они или имели Слово Божие, так же, как мы с вами. Они так же, как мы с вами, ходили по земле, видели происходящее вокруг и то, что это не соответствует тому, что они читают. Они осознавали, что творимое их вождями не угодно Богу. и и вот здесь вот самое главное, что отличало вот этих людей, наступало. Мы по привычке говорим, что Бог творит себе детей. Он творит спасение нам. Это да и аминь. Он спасает, только он. но мы забываем о той роли, какая отведена нам. Мы не всегда так вот, да, мы глина в Господних руках, но иногда вот разговариваешь в своей церкви с людьми и в репцентрах. Да, мы осознаем свое бессилие, но существует же и ответственность за то, как человек слушает Слово Божие, как он его исполняет. Мы не та бесформенная вот глина, которая в руках горшечника только и стремится, что растечься. Господь, ты вот делай из меня, а я буду тебе противиться. Нет, нет, нет. На человеке лежит большая ответственность, как он применяет и преломляет в себе вот то, что он слышит или читает, что ему Господь дает. А как человек может вообще реагировать на то, что он слышит, на то, что происходит вокруг. Вот в то время происходило беззаконие, ну и сейчас тоже. Вокруг масса людей, не так много верных в этом мире, тех, кто ходит в церковь, кто расположил свое сердце к служению Богу, быть послушным Ему. Но как в основном люди реагируют? Ну, одна категория говорит, раз вожди так поступают, ну, тем более, сам Бог мне велел, и начинают творить то же самое. И своими поступками они говорят, что Бога нет. Другие ругают окружающих, ругают властей, говорят о праведности Божией, но в голове имеют какой-то такой запасной вариант, как бы и своей выгоды не упустить из того, что неверующие творят. На Бога надейся, а сам не плашай. по такой поговорке. И в реальности получается, что такие люди, они сами в себе мирила. Они вертят Словом Божьим, как хотят. И другая категория людей, это вот о которых мы читали, которые читая и видя происходящее, они воздыхали, написано, скорбели о происходящем вокруг беззакония. Происходящее вокруг, оно не проникало вовнутрь этих людей, потому что оно было заполнено пониманием, что такое хорошо и что такое плохо на основании Слова Божьего. Они решили в своей жизни ничего не делать противного Богу. Они верили свою жизнь в Божьи руки и вот как будет, так и будет. Да, вокруг осада враг наступает и мы видим, что он не щадит никого, но я не буду оскверняться, пусть Господь делает свое дело. И видя их выбор, Бог сделал свой выбор. Он посылает вот этого ангела, который делает на губитель уже их не касается. Вот таких людей персонально, поименно Господь выводит из горнила войны. И все другие погибают. Чуть дальше, в 14 главе, я прочитаю 13-14 стих, тоже слова Божия. Сын человеческой, если бы какая земля согрешила предо мною, вероломно отступив от меня, и я простер на нее руку мою, и истребил в ней хлебную опору, и послал на нее голод, и стал губить на ней людей и скот, и если бы нашлись в ней три мужа, Ной, Даниил и Иов, то они праведностью своей спасли бы только свои души, говорит Господь Бог. В этом отличие происходящее вот тот момент от египетских событий. В то время спаслись очень многие. Господь выводил всех, кто находился в доме, где был косяк двери помазан кровью. Он не заходил, ангел-губитель, в эти дома и не делал выбор. Кто, чем наполнен внутри. И так оказалось, что, когда из Египта вышел народ, то там оказалось очень много людей, которые не имели внутреннего духовного стержня. Почему много было искушений у израильского народа, когда они вышли из Египта. Нам кажется, вердикт Бога очень суровым. Ведь у этих же праведников были близкие, которые, может быть, были не столь праведные, но которые были любимы ими. Но послушаем, что Господь говорит дальше с 21 стиха. «Так говорит Господь Бог, если и четыре тяжкие казни мои, меч и голод и лютых зверей и мраевую язву пошлю на Иерусалим, чтобы истребить в ней людей и скот, и тогда останется в нем остаток сыновья и дочери, которые будут выведены оттуда. Вот они выйдут к вам, и вы увидите поведение их и дела их и утешитесь о том бедствии, которое я навел на Иерусалим, о всем, что я навел на него. Они утешат вас, когда вы увидите поведение их и дела их и узнаете, что я не напрасно сделал все то, что сделал в нем, говорит Господь Бог». В чем состояло благо для Божьего народа в этих событиях? Эти вот выведенные люди стали ядром, вокруг которого сформировалось особое общество, которое выкристаллизовалось вокруг них. Там особые качества воспиталось, которого не было прежде. Неприятие язычества. это качество, оно во всей своей красоте и силе проявилось спустя многие годы, уже во времена Маковеев. Это мы знаем из истории, когда греческие цари стали навязывать язычество в Иудее, то иудейский народ решил противостоять этому. лучше умереть, чем поклоняться идолам, чем делать все мерзости, которые стали насаждать в их стране. Они встали и победили благодаря тому, что Господь сделал вот в тот момент, что нашлись особые люди, верные, Господь разделил их, сохранил и подарил вот тем пленникам, среди которых был языки. Как расценить происходящее вот в тот момент? Там смешалось и зло, и добро, суровость и строгость Божьего правосудия. Трудно говорить об этих событиях, потому что понимаешь, как много тогда погибло людей. Но можно быть твердо уверенным, что Господь, Он судья праведный. Он говорит, кого надо, я пожалею, и Он судит и наказывает кого тоже, кто достоин. И Господь нелицеприятен. Нельзя приукрасить свои недостатки, свои грехи, от Него ничего не скроешься. Разве Бог виноват, что мы закрываем глаза на свое неповиновение Божьему Слову и желаем сами вершить свою судьбу, как и вот тогда очень много людей оказалось. Не Божья вина, что тех людей оказалось очень мало избранных. Если бы было больше доверивающихся Богу, наверное, Господь бы и спас больше. И сейчас, если делать вот параллель с нашим временем, много ли таких людей? Конечно, немного. И сколько много, что мы можем сделать для их увеличения этого числа людей? Да, мы можем делать, вот как в своем служении, хорошие радиопрограммы, ставить замечательные песни, которые, на наш взгляд, помогут коснуться сердца грешника. Можем делать красочный иллюстрированный журнал, чтобы было приятно взять в руки в репцентрах общаться с людьми, доказывать им, что выбор Бога это выбор жизни, что во грехе люди погибнут. Но мы не можем одного сделать за них выбор, решить за них. Это они сами должны. Конечно, Господь призывает нас усердствовать. он побуждает нас больше открывать центров, больше искать вот таких людей, которые нуждаются, не оставляем ни одно письмо без ответа. Но выбор как в те времена, так и сейчас остается за человеком. Это и результат свободы, который дает Господь свобода выбора. Он никому ничего не навязывает. Но мы можем стараться и можем молиться. Сделаем это сейчас. Давайте мы встанем, поболимся о тех, кто нас окружает. Наверное, у вас тоже, как у меня, много близких и родных, которые не сделали своего выбора. Но это наша ответственность молиться за них. Аминь. Отец Небесный, преклоняюсь пред Твоим величием. Ты велик и достоин славы. Никто не может сказать слово против Твоих судов, которые Ты творишь в этом мире. Ты знаешь, сокрытый от нас. Господи, я о милости прошу для тех, кто окружает нас, кому мы идем, кому Ты нас посылаешь. Сейчас время благодати. Господи, и как много людей, которые расходуют это время на свои удовольствия, на никчемную жизнь, на то, что не насыщает, на то, что не приводит к жизни, к обогащению духовному. Господи, наполни нас силою Своею, чтобы те слова, которые мы говорим грешникам, они были действенны, чтобы не были напрасными, чтобы это было Твоим словом, которое производит действие, которое не возвращается к Тебе, не исполнив слова, которое не производит действие в душах человеческих. Господи, прошу Тебя о милости для наших близких, для родных, друзей, прошу Тебя и о самом себе. Господи, Ты будь на страже моего сердца, чтобы не уклоняться ни направо, ни налево с того пути, которое Ты приготовил мне, Господи. До каждого из нас прошу Тебя, Ты веди нас своими святыми руками, оберегая. Ты знаешь все то духовное, все открыто. Господи, Ты из Экилио открывал, Господи, все опасности и то великое, что совершается там. Благослови нас, быть послушными и не думать о себе много, потому что мы Твои рабы и должны следовать за пастором Своим. Будь с нами. Аминь. Субтитры 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 И мы верим, что через Слово мы слышали, что Ты, справедливый, и Ты не делаешь ошибок в жизни каждого из нас, Господи, если мы верили жизнь свою Тебе. Благодарим Тебя за возможность быть в Доме Твоем сегодня, участниками, быть в этом материальном служении. Господь, я прошу Тебя также за второй сбор. Господи, благослови тех, кто потерял эту тяжелую утрату. Господи, осталась жена двое маленьких детей. Господь, Ты благослови их, чтобы они, возрастая, были Твоими детьми. Ты расположь народ Твой, пожертвуй Тебя для этой семьи. Благослови нас в конце этого служения. Яви Твою милость для тех, кто не в мире с Тобою. Отец и Дух Святой. Аминь. Аминь. Славься Богу! Славься Богу! Славься Богу! Славься Богу! Славься Богу! Друзья мои, есть чему радоваться, правда? Вообще, я вам скажу откровенно, посещая многие церкви, знаете, я заметил такую тенденцию в нашей церкви, что люди очень и очень удручены жизнью. Смотришь на людей, смотришь на людей, смотришь в глаза, а радости нет. Но если Господь не воскрес в наших сердцах, друзья мои, наши сердца, они плачут, потому что нет Господа. Даже если мы ходим в церковь, друзья, это такая проблема. Я смотрю на церковь иногда, знаете, я думаю, Господи, смотришь и думаешь, воскрес ли Господь в сердцах или нет. И когда я смотрю на глаза людей, сразу вижу, если глаза горят, да, то там есть Господь. Если они такие, знаете, блеклые, ничего не определяющие глаза, сразу видно, что Христос еще не воскрес. И как хочется, чтобы в нашей жизни Христос был жив, правда? Знаете, я как-то рассказ читал, это было еще в прошлом, позапрошлом столетии один путник шел здесь по Америке и должен был пересечь реку Миссисипи. Ну, в то время, знаете, не было еще транспорта, он шел пешим, и вот когда он дошел до этой реки, это было примерно такое время, как сейчас, и он увидел, что река покрылась льдом, он подошел к этой реке, стал пробовать этот лед, но у него было сомнение, сможет ли он добраться до следа, перейти на тот берег. И он волновался, долго не решался, вечер уже начинал склоняться, и он понял, что, наверное, надо что-то делать. Тогда он решил встать на четвереньки, чтобы как-то свой вес рассчитать, знаете, более рационально, и он стал ползти по этой реке. И вот он так полз, полз, да полз уже до середины реки, и его страх обоял, думает, доползу ли я до конца. И вдруг он увидел, услышал песень, кто-то пел громко, он обернулся и увидел, что через реку переправляется индеец с песней на лошадях, на повозке. Едет, поет и лихо пробирается через этот лед. И вы знаете, тогда он встал, и он понял, что его опасения были напрасны. И вы знаете, я подумал о чем? В нашей христианской жизни мы часто в жизни ползем на четвереньках. Ползем. Почему? А потому что нет доверия Богу. Бог хочет не только, чтобы мы верили, что Он воскрес, но Он хочет, чтобы мы бы доверяли свою жизнь. Если мы не доверяем жизнь своей, друзья мои, мы будем ползти на четвереньках. Это будет зрелище страшное. Куда мы доползем, не знаю. Но Бог хочет, чтобы мы воодушевились, зная, что Он контролирует нашу жизнь. И сегодня хочется воздать Ему славу. Я немножко буду говорить сегодня о том, что я буду играть сегодня, почему. Я подобно всегда завидую, знаете, певцам, которые ходят, поют, и все ясно, да? А мне приходится говорить, о чем я играть буду. И поэтому сегодня мне хочется сыграть для вас первый псалм, как называется, Адонай. Всемогущий, всесильный наш Господь. Держит миллиарды галактик. Миллиарды галактик, друзья мои. В Его руке. И Он хочет, чтобы мы доверили Ему свою жизнь. Адонай. Миллиарды галактик. Велики и чудны дела Твои. Господи Божий, Содержитель. Истинны и праведны пути Твои. Царь, святый. И кто не убоится, не прославит Тебя. Ибо только Ты един свят. И все народы придут и преклонятся пред Тобою. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Друзья мои, друзья мои, я был много раз в вашей церкви, многие лица мне знакомы, но хотел бы представиться, я сразу не сказал, Александр Попов, живем уже 7 месяцев в Сакраменто, родился в Грузии, 20 лет прожил в Грузии, 40 лет прожил в Молдавии, ну и 7 месяцев в Америке. Друзья мои, за это время Господь даровал мне прекрасную жену, которая сегодня со мной помогает мне, у нас 4 сыновей, буквально несколько месяцев назад наш сын здесь уже в Америке, последний, четвертый принял здесь святое водное крещение. И нет больше радости для родителей, да, знать, что дети все с Господом. Много лет я вместе с группой Патмос, руководители группы Патмос ездили по разным городам, странам, для того, чтобы рассказать людям о Боге. И я в большом долгу перед Богом, потому что родился в христианской семье, с детства знал о Боге, но потом ушел от Бога, и я 38 лет жил без Бога. И, конечно, больше всего досталось моей маме. Папа рано умер, он не дождался, когда пришло Бога. Мама, буквально 2 года назад ушла вечность, в возрасте 91 года, до последнего дня молилась. Знаете, всю жизнь на коленях. И Бог меня, как блудного сына, вернул в свой очи дом. Но лет ей потребовалось 38 лет непрерывных молитв. И я, знаете, в таком долгу перед Богом, я вам не могу рассказать. Я так радуюсь, что она увидела это, когда я встал на колени вместе с моей женой, которая совершенно из этой эстетической семьи. И мы отдали свое сердце Господу. Это был особый день в нашей жизни. И мне хочется прославить его сегодня. Но, знаете, когда я думаю, как его прославить, каким талантом, я понимаю, что мы люди, мы не сможем его прославить. Мы хотим его прославить. Я недавно был в родительском доме. Это уже несколько лет прошло, когда я был в родительском доме. Это город Сухуми, Черноморское побережье. Я видел свой разваленный дом без окон, без дверей. Я, по-моему, вам как в каком-то суждении рассказывал. Может быть, нет, вы мне извините, потому что я, может быть, что-то повторюсь. Я не знаю, что я вам играл в прошлые разы, что я вам говорил. Но просто хочется вам сказать, что на этой земле нет ничего постоянного, правда? Самое постоянное, что мы можем иметь, – эту веру в нашего Господа. И, знаете, не только веру, потому что и бесы говорят верой, да? Но вот довериться Богу, доверить Ему свою жизнь, и что в любых обстоятельствах знать, что Он контролирует жизнь, Он ведет нас. И когда есть это состояние, тогда жизнь становится осмысленной, правда? Радость появляется от того, что мы знаем, что мы в руках Божьих. И вот этот путь, который я прошел, я был в родительском доме, видел разваленный дом, стоял в своей комнате, где я когда-то начинал играть на скрипочке в 7-летнем возрасте. И я плакал, потому что я видел, все это было в запустении, бурьян по пояс. Я никогда в жизни мог подумать, что родительский дом будет в таком страшном состоянии. Я нашел своего учителя первого, попал к нему домой. И вы знаете, когда я увидел этого старика, профессора, в который я когда-то был влюблен, как мальчик, знаете, он играл для меня как Бог. И знаете, когда он вышел ко мне, старик, 90-летний, заросший, я его не узнал. И он мне тоже, он говорит, кто вы? Я говорю, я Саша Попов. Вы помните свой первый, одного из первых учеников? И он заплакал, он кинулся мне на шею. Я был у него несколько часов. И вы знаете, в конце я сказал, Николай Петрович, а вы хотите сказать Господу, прости, на закате дней? Я не знаю, сколько Бог даст мне жизни или вам, но вы хотите помириться с Богом. И он еще больше заплакал. И мы упали с ним на колени. Мы обнялись, и он стал молиться. Он говорит, я никогда не молился. Но он стал говорить, Господи, мне уже 90 лет, я скоро пристану при Тобой. Я не знаю, сможешь ли Ты мне простить мои грехи, но я прошу Тебя, прости меня. И он плакал, как ребенок. Когда мы встали, обнявшись, я понял, зачем я туда прилетел. Потому что ни дома я там не видел нормального. Могилу отца не смог найти, лес, все заросло. Но мне было приятно, что первый учитель мой встал на колени и попросил прощения у Бога. Я хочу сыграть для вас мелодию, которую я оркестровал и назвал ее детство. Знаете, детство на Тоборце пролетает. И вы услышите две мелодии. Одна мелодия – это секунды, которые тикают. Она будет у скрипки постоянно. Эти секунды в жизни наши, они считывают наш отрезок времени, который нам Бог дал на земле. Вторая мелодия – это будет воспоминание, которое будет у Ная, воспоминание о детстве. Когда-то были разные планы, но Бог так повел мою жизнь. Я прошел через разные испытания. Были моменты, когда я встречался со смертью, я рассказывал, падал в самолете. Я помню, когда я веселился с друзьями на новогоднюю ночь. Прямо на новогоднюю ночь умер отец. Я помню, когда мой тренадцатый сын старший встал на колени первый и сказал, «Господи, прости меня и моих родителей». Я упал женой, это я не выдержал. Это был последний удар в моей жизни, который я не выдержал. Я сказал, «Господи, что же за человек, если мой сын, тренослетний мальчик просит прощения за себя и за своих родителей?» Я не выдержал. Я благодарю Бога за этот день. Детство, воспоминания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Летел на самолете и всю жизнь свою вспоминал, когда летел из Сергильского дома. И думаю, Господи, самое главное, что ты достучался до моего грубого сердца. Друзья, на протяжении всех тысячелетий, когда Бог создал человека, у нас сейчас появился пятый внук, у нас появился несколько месяцев внук. И, знаете, я наблюдал, как сын и невестка, они готовились к этому моменту. Они покупали коечки, они покупали коечки, они украшали эту комнату, ну, вам всем известно, правда, особенно, кто еще не забыл этого. Я так думал, вот так Господь наш, вот так Господь наш, он все приготовил для человека, создал рай, все создал, все прекрасно. Единственное, что он хотел, чтобы человек доверялся ему, правда? Но первые же люди, Ева, засомневалась, помните? Сатана уже шесть тысяч лет, друзья мои, он изучает нас. Две тысячи лет он изучает христиан, друзья мои. Он нас изучает, он нас хорошо знает. Он знает каждую нашу слабую сторону. Как найти ключик? И он подошел к Еве, помните? И Еве засомневалась, и грех вошел в жизнь. И это был страшный момент в жизни людей, когда Бог их знал из рая. И мне хочется сыграть для вас такой псалом, который назвал мелодию, который назвал ее «Потерянный рай». Вы представляете состояние Адамы и Евы, когда Бог их сгонял и сказал, будете в поте лица дывать хлеб, будет зной, жара. И вот все, что мы сегодня имеем, все болезни, скорби, переживания, это потому, что когда-то люди пошли против Бога. Но все это время Бог стучится в наши сердца, и Он хочет, чтобы мы вернулись к Нему. Он для этого сказал, я приготовлю вам особое место. И если мы в это верим, то мы доверяем Ему свою жизнь и готовимся переселиться в наш Небесный Дом. Но сейчас хочу сыграть для вас эту мелодию, которая называется «Потерянный рай». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Он христианин. Вау! Вот почему он такой. Вот что значит свет перед людьми. Это как рекам человечеству потоп. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Бог ищет праведников. И следующий праведник библейской истории, особый человек Авраам, вы помните, он доверился Богу, и Бог произвел от него великий народ. Потом был Моисей. Друзья мои, но я иногда думаю, знаете, вот народ Израиля. Вы помните, Бог вывел их из Египта. Они все видели своими глазами чудеса, которые Бог творил. И после всего они сделали себе тельца, и Моисей на закате дня, на закате своей жизни молился и говорил, Господи, научи нас так счастливать дни, чтобы приобрести сердце мудрое. Мудрое сердце. Мудрое сердце. Почему сердце? Почему не голову? Библия говорит нам, больше всего хранимого храни сердце. Потому что в нем, друзья мои, источники жизни, наше сердце. Что наше сердце? Чем оно наполнено? Если оно вещами наполнено, то мы слуги этого мира. Если оно, апостол, наполнено Господом, то жизнь наша, она отличается, является светом. Я хочу сыграть молитву Моисея. Молитва для меня это особая молитва. Это единственная молитва в салмах. Молитва Моисея, раба Божьего. Единственный человек, который лицом к лицу встречался с Богом, разговаривал с Ним. Для меня это особый человек. Когда я покаялся, я в нем был таким авторитетом. Он и сейчас является для меня авторитетом. Но я, когда читал эту всю историю, я где-то, знаете, близко это все принимал. Это кратчайший человек. Я молился, Господи, дай мне кротость, дай мне смирение, чтобы мог хоть как-то похож быть на этого человека. Молитва Моисея. Господи, Ты нам прибежище в род и род. Прежде, чем родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, от века и до века Ты Бог. Для Тебя тысяча лет, как день вчерашний. Научи нас так счастливать дни, чтобы приобрести сердце мудрое. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok ДimaTorzok Дмитрий 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 Впереди есть слово проповеди, и мы ожидаем продолжения благословения. Поэтому я хотел бы попросить тех, кто готовились к программе, не обидеться. Сегодня, братья и сестра, мы вас сокращаем. Также я думаю, что мы одно пение пустим, хоровое. Пожалуйста, не обижайтесь, наши хористы. И сейчас мы споем все вместе. Во время нашего общего пения у нас будет второе материальное служение в поддержку семьи Серд. И сразу после общего пения мы будем слушать Слово Божие. Давайте мы споем вставше. Слово Божие. Слово Божие. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Я хотел бы сказать, если вот есть кто-то, кто очень торопится, да, вы чувствуете себя свободно. И я думаю, что сегодня у нас служение продлится немножко больше обычного. Поэтому вот я хотел бы, чтобы мы настроили сейчас слушать Слово Божие. У меня есть очень хороший брат, которого я очень люблю, Николай Александрович Гаврилов. И вот он, я помню, как приводил когда-то пример. Вот говорит, пацаны попадут в колхозный сад, яблоневый, да? И вот наедятся уже этих яблок, набрали полные карманы, уже, ну, нету места. А потом берут, рубашку подвязали, там штаны куда-то ее заправили и еще полную запазуху набрали, да? И вот так нагружены пошли с этого сада. Вот, братья и сестры, я верю, что Господь сегодня особенно работает с нами. Поэтому это воскресный день, это день для Господа. Пусть никто не смутится, что мы немножко затянем служение, ведь мы же собраны во имя Бога. Бог да благословит нас слышать Слово Его. Я приветствую вас, мои дорогие братья и сестры, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Привет! Вы знаете, я очень люблю вашего брата-пастора, он очень такой любвеобильный, добрый человек, я очень люблю таких людей. Но, тем не менее, вы не пугайтесь, я постараюсь все-таки не злоупотреблять этой любовью и вашим долготерпением, и постараться, ну, покороче говорить немножечко. Если я даже не успею сегодня сказать всего то, что, может быть, есть в сердце у меня, я хочу сказать самое главное, друзья мои, что я вас всех люблю, любовью Господа нашего Иисуса Христа. И это главное. Написано, любовь назидает. Знания иногда надмивают, иногда мы такие умные, знаете, расскажем много и поудивляемся даже, ах, как брат, сколько много знает. Но при этом, если любви нет, Слово Божьего, никакой пользы в этом нет. Господь дает мне такую любовь в сердце к народу Божьему. Я люблю всех братьев, сестер и молодых, и пожилых, и верю, что и вы меня любите. И поэтому, если я что-то скажу не так немножечко, вы меня простите и с любовью покроете. Правда? Слава Богу. Я сегодня здесь, вот, по приглашению церкви, мы вчера проводили семейное такое богослужение, или общение семей наших. Я думаю, здесь есть брать-сестра, которые вчера были на общении, да? Пожалуйста, кто был вчера с нами на общении? Так, прекрасненько. У меня к вам вопрос сразу. Вы домашнее задание помните? Выполнили? Еще некоторые побаиваются начинать. Ну да. В воскресенье отдохните, с понедельника начнете. Но задание обязательно. Те, кто слышали, вчера были, знают, о чем идет речь. Я вас прошу, обязательно это сделайте. Вы тогда поймете эффект того, о чем мы с вами говорили вчера. Совсем недавно мы были на этом месте, посещали вас с нашим симфоническим оркестром. Помните, да? Я был на этом месте. И вот вновь мы видимся. Ко мне подошли некоторые друзья. Брат Александр, вы уже переехали к нам? Я говорю, еще нет? Может быть. Но во всяком случае, мне очень понравилось общение с вами, друзья. И хотелось бы поддерживать это общение и дальше. Знаете, сегодня у нас действительно такое необычное общение. Я вот внимательно сижу, молюсь, слушаю. И я смотрю, как Дух Святой направляет наши мысли, направляет служение, темы псамов, даже общее пение. Вот направляет в одно что-то. Это только Господь делает, друзья. Иногда братья не договариваются между собой, а вот Господь направляет куда-то наши мысли. И я верю, что сегодня у Господа сегодня есть слово для церкви. И то, чем хотел бы сегодня с вами поделиться, кратко, я надеюсь, это слово к церкви, братья и сестры. Слово к церкви наших дней. Итак, есть много книг в Библии, которые описывают церковь Христову. Одна из самых древнейших пророческих книг, которые описывают церковь и путь церкви на земле пророческим словом. Я бы сказал поэтическим и прекрасным вдохновенным словом, это книга «Песни песней». Вы знаете, не все люди эту книгу любят, знают и понимают. Я даже слышал такое отрицательное мнение наших верующих неких, которые считают, что она попала вообще в книгу Библию случайно. Ее нужно оттуда вообще выбросить, и там ничего хорошего в ней нет. И знаете, вот слышал такое мнение, но это неправильное ошибочное мнение. На самом деле, это весьма богодухновенная книга, пророческая, которая говорит очень о многом. И сегодня мы будем с вами читать именно из этой книги. И прежде чем я начну читать с вами, друзья, я хотел бы подсказать маленький секретик, как правильно читать эту книгу, чтобы правильно понять, о чем именно идет речь. Конечно же, в этой книге, прежде всего, это написано о взаимоотношениях любящих, мужчины и женщины, влюбленной пары, которые восхищаются друг другом, которые подробно и красиво, так поэтически описывают их отношения, любуются друг другом. Друзья мои, но это далеко не все. Главный, основной духовный смысл этой книги в древности его принимали как отношение между Богом и его избранным народом израильским. Эту книгу читали на богослужебных пышных собраниях. Священник выходил в сопровождении лучших музыкантов, читал эти слова, как пророчества. И знаете, народ в сокрушении рыдал. Слушая эти слова отношения к Богу, к своему народу, люди просто рыдали, слушая эти драгоценные, такие личные слова. Мы с вами живем во время новозаветней церкви. И когда мы с вами читаем эти пророческие слова, мы понимаем, что вот это свое любовное отношение к своему народу Господь продолжает и в новозаветнее время. И эта любовь распространяется сегодня на новозаветнюю церковь. Братья и сестры, на нас с вами. В этой книге, когда мы читаем, мы видим личные отношения самого Иисуса Христа и церкви новых дней. Нас с вами, братья и сестры. Это наши отношения с Господом. И больше того скажу, эти отношения также являются символом и пророческим словом по отношению самого Господа Иисуса Христа к каждой лично человеческой душе. Вот когда вы читаете эти слова, попробуйте вместо слова Суламита вставить свое имя. Я вам просто свой личный секрет открываю, друзья. Когда бывает очень тяжело в жизни. А это бывает, знаете, да? У просветировок очень часто бывает, когда очень тяжело. И вот кажется, ни в чем нет утешения. Я сажусь уединенно, открываю книгу «Песни песней» и начинаю читать. И там, где царь обращается к Суламите и называет ее по имени, я ставлю имя свое – Александр. Знаете, обычно Дух Святой настолько посещает и умиляет, что я не в состоянии читать дальше. Вот слезы умиления просто застилают глаза, касаются Духа, посылают утешение, радость и силу. Когда ты понимаешь, что ты являешься любимым в глазах Господа. И у вас с ним личностные отношения, вот как душа к душе, сердце к сердцу. Братья и сестры, вот тогда меняется все в жизни. Хотите попробовать? Попробуйте сегодня дома. Ну а семейным людям, с которыми вчера беседовали, я вам тоже советую дома прочитать еще раз эту книгу вместе с вашими супругами. И вот то же самое, поставьте туда свои имена, мужа и жены, и прочитайте друг другу ее, эту книгу. Вы увидите, как она изменит ваши отношения друг к другу. Ну а теперь, братья и сестры, короткое слово. Книга «Песни песней», 4 глава, 16 стих. 4 глава, 16 стих. «Поднимись, ветер с севера и принесись, с юга, повей на сад мой и польются ароматы его. Пусть придет возлюбленный мой в сад мой и вкушает сладкие плоды его. Поднимись, ветер с севера и принесись с юга, повей на сад мой и польются ароматы его». Мне вспоминается детство мое. Моя бабушка, она жила, прабабушка, точнее сказать, она жила в Запорожской области в деревне. Деревня Новоспасовка, может быть, я что-то помню. Потом ее перенавали в Осипенко. Она несла там служение. Братьев в церкви не было, один старичок был. Во время войны всех перестреляли, пересажали. Поэтому она несла служение там, ну, как пресс-фитера в этой церкви. Она проповедовала слово. И вот мы часто ездили ее посещать. И у ней был яблоневый сад. Может быть, молодежь не знает уже, что это такое. Иногда пожилые люди помнят. Вспомните свою родину, Украину, Молдавию, где вы жили. Вспомните сады наши. Я вспоминаю, у бабушки Зины был прекрасный яблоневый сад. И вот когда мы проезжали, скажем, весной, когда этот сад свел. И только подходишь к ее двору, если только немножечко ветерочек повеял. Какой аромат! Какой аромат яблоневого сада! Заходишь, все белое. Деревья белые. Какая красота, братья и сестры. А потом проезжали осенью. Подходил к тому же саду, вот сдалека. Аромат яблок. С белых плодов. Только заходишь во двор, этот запах, ветерок подует. Ах, какой аромат! Яблоневый сад. Я думаю, многим вспоминается детство, правда, друзья? Хозяйство наше, на родине, это все. Это красота. К сожалению, бывают и другие запахи. Кто в Спакен ездил, надо проезжать мимо Амузаслейка. Ах, некоторые уже смеются. Там проезжаешь мимо свинофермы. Вот когда ветерок с той стороны, дальше не буду рассказывать. Понимаете, да? Тоже ветерок потянет, тоже ветерок подует. Как неприятно. Закрываем все окна, выключаем вентиляцию. 120 мл в час. Все. Надо быстрее. Главное, чтобы полицай не встретил по дороге. Понимаете, друзья мои? Вот Господь здесь делает некоторое сравнение и вот здесь он сравнивает церковь свою сегодня с садом. Не с какой-то фермой, не с болотом, не с чем, а сравнивает с прекрасным садом. И вот здесь говорит простую вещь, что если это прекрасный цветущий сад, и вдруг подул на него ветер, то этот сад издает благоухание. Приятно находиться, приятно глазу, приятно побыть там, и не хочется уходить. Аромат. Братья и сестры, мы сегодня с вами являемся новозаветней церковью, которую Господь ведет уже две тысячи лет. И вот здесь он пророческим словом говорит так. Поднимись ветер с севера. И бывает так, братья и сестры, что дуют разные ветры. Он говорит здесь о двух ветрах. Ветер с севера и ветер с юга. Большая разница. Вы знаете, вроде и то, и то ветер, одно и то же воздух дует, но большая разница этих двух ветров. В чем разница? Северный ветер дует откуда, друзья мои? Конечно же, с севера. А что на севере? А на севере холодно, правда? Куда ссылали ссыльных обычно? На север. Надо было наказать куда? На север. Суровые климатические условия где? На севере. Холодно где? На севере. Север. Это прообраз трудностей, тяжести, скорби, горя, переживания, гонения за Слово Божье, за имя Христово, непонимания, страдания. Это и есть, дорогие мои, северный ветер. Север, который иногда дует. Когда мы смотрим в целом на историю церкви, то мы видим с вами, друзья мои, что уже в Иерусалимскую церковь первые годы после короткого благоденствия подул сильнейший северный ветер. Пришли сильнейшие гонения. Так что церковь рассыпалась, разбежались по всей Римской империи. Да, в этом был промысел Божий. Господь стоял за этим, но подул, пришел вдруг северный ветер, который принес скорби, гонения. Верующих начали арестовывать. Верующих начали просто казнить и убивать. Их повезли на арены. Мы с вами знаем историю, как во время римской власти на арене этой, мне, кстати, пришлось там видеть эти места, в ужасных мучениях, под дикий вопль толпы, казнили верных детей Божьих. Дети оставались сиротами, забирали мужей, казнили целыми семьями. Вдруг пришел этот ужасный северный ветер, подул на христианство и развеял их. Кто-то в одиночестве оказался, кто-то в дальней ссылке, кто-то в тюрьме, кто-то поплатился жизнью. Потом приходит некоторое время, ветерок меняется иногда. Вы знаете, что, кстати, на улице ветер за день много раз меняется. Мы просто этого не замечаем. У меня есть один друг, он живет за городом, и он дома все время. Когда я пришел к нему, он говорит, Александр, ты знаешь, я стал считать, сколько раз меняется ветер за день. Он там назвал десятки раз. То оттуда подул, то повернулся так, то повернулся так, но ветер, знаете, меняется все время. Так вот, знаете, в истории тоже ветер менялся. В истории церкви Иисуса Христа тоже было по-другому. Прошло время гонений, устали гонители, врях увидел, что тактика его не приносит пользы, потому что даже, когда дул северный ветер, от сада Господня пошел аромат. И знаете, какой аромат? Церковь стала распространяться еще больше. Этот аромат любви Христовой вдруг притянул к себе людей. Люди обратили внимание, что ж это за народ, который убивают, казнят, гонят, а они любят людей. Они не с насловят взаимно, они не угрожают, они не огрызаются, они не мстят. Это так привлекло внимание всего мира, что христианство стало, наоборот, увеличиваться, разрастаться, и не только в Римской империи, а по всей Европе пошло, и по всему миру. Да, это разочаровало врага. Как разочаровало. Ветер стал меняться. Стало приходить другое время, когда вдруг, внезапно, о чем никто не думал, христианство становится государственной религией. Пышные здания, думаю, наверное, лучше этих даже, мрамором выложены, с золотом, купола с золотом покрыты, да, органная музыка, пышные служители в таких рясах, знаете, с крестами золотыми, ну, просто все. Их на зарплатку взяли, это их работа теперь государственная, да, свободная, не только свобода, а еще и почет. А было время, когда еще преклонялись пред ними, а потом этот южный ветерочек так засушил, что даже эти люди стали других преследовать. Пришло время инквизиции, когда вдруг церковь почувствовала себя у власти, теперь других будем притеснять. Пришло время крестовых походов, когда церковь в меч достала. Этому привел южный ветерок, к сожалению, некоторых людей. Южный ветер, братья и сестры, тепло, светло, загар приятный, да, не надо шубы и валенки, так хорошо, казалось бы, такая благодать. И на самом деле, действительно, южный ветер – это благодать, это хорошо. Но вы знаете, я вот, глядя на историю христианства и нас самих, я нашел, братья и сестры, что южный ветер бывает намного коварнее, чем севернее. Есть даже детская сказочка, может быть, кто-то слышал, когда холод и жара поспорили, глядя на человека, который шел в плаще по улице. И вот они заспорили, кто сорвет с него плащ быстрее. Холод – это я сейчас справлюсь. Как дунул на него ледяным ветром, ну, сейчас я сорвусь с него. Знаете, человек схватился двумя руками за этот плащ, вот так запутался, воротник поднял, идиот вцепился в него, не сорвешь никаким ветром. Не удалось. Тогда зной говорит, «Ну, а теперь я приступлю». Вдруг поменялась погода, вышло солнышко нежное и стало пропекать сильнее и сильнее. Этот человек потихонечку так отпустил плащик, расслабился, вроде нормально, ветер прошел, да. потом, ой, как жарко идти, ой, вспотел уже. Он его снял и выбросил совсем. Какой ветер оказался сильнее, друзья, северный или южный, а? Как ни странно. Как ни странно, но южный ветер оказался более коварный и более сильный. Знаете, друзья мои, история показала, к сожалению, что южный ветер не всегда приносил пользу церкви. Но при этом хочу сказать, даже в те времена, когда была такая благодать и свобода для церкви, и, к сожалению, многие отступали, и тогда сохранялась вот эта церковь Иисуса Христа, которая не соглашалась с отступлением церкви, которая не примирялась со грехом, которая продолжала жить чистой, святой и показывать пример окружающим людям. И тогда от церкви исходил этот приятный аромат Божий, который точно так же продолжал привлекать внимание людей, что даже при всем благоденствии такая благодать. Это может быть более дальняя история, более близкая и понятная нам с вами история, братья и сестры. Это жизнь там у нас на родине. Было время, когда после революции прошла коротенькая свобода, на короткое время, не просто свобода, а даже такая, я бы сказал, льготная свобода, потому что был принят закон, что церковь могла выдавать справочку членам церкви своим и освобождать их от воинской поинности. Вот тогда ты стены церквей трещали. История говорит, что вся молодежь клынули в церковь, все верующие, ну просто благодать такая. Но это время было очень коротенькое, а потом политика поменялась быстренько, и все перевернулось в обратную сторону, и ветер вдруг развернулся. Знаете, недавно у нас в гостях был земляк Александр Савченко, многие его помнят, поэт, пастор, и он мне передал удивительный документ, копия, конечно же, копия с оригинала, сверхсекретный документ, он до сих пор у меня есть. Это документ, подписанный лично Лениным, которым он писал вождям революции. Он писал так, нужно уничтожать верующих, убивайте попов, убивайте всех священников, как можно больше и беспощадно уничтожить христианство, уничтожить верующих. И личная подпись Ленина. Вот, братья и сестры, ветерочек и повернулся, вот холодный ветер и подул. И если вы помните эту историю, кошмарную нашу, российскую, когда тысячами, сотнями тысяч и миллионами людей уничтожали в Констагирях, в Сибири, на севере, в ссылках, расстреливали, гноили в камерах. Можно много рассказать примеров, но вы знаете их, друзья. Подул сильнейший северный ветер, пришли трудности на церковь. Да, кто-то соблазнился, кто-то ушел. И я слышал эти свидетельства, что церкви многие опустили, многие люди ушли в подполье, стали собираться только семьями, самыми доверенными людьми. Пришли трудные времена, друзья мои, но церковь не исчезла. Церковь не исчезла ни на один день. Господь бодрствовал над ней. Мне недавно пришлось смотреть кадры документальные. Вы знаете, они меня потряслили. Первые кадры я смотрел рассекреченные документы из НКВД. Некоторые дела наших братьев, просветеров, которых в то время судили, и даже документальных несколько съемок сохранилась их казнь. выводят брата нашего, которого хорошо знали многие, пресс-фитера. Обвинили его, конечно же, в грехах, которых он не совершал. Вывели его, поставили к стенке. Я смотрю, так крупным планом старая запись, покажут лицо его. Никакого гнева, никакого возмущения, никакого крыта. Братик покорно сложил и ручки, поднял глазки к небу, к родности молятся. Вышел отряд солдат, заряжай, прицелились, пли, удар, брат упал. Я посмотрел, дома детки ждут его, жена, церковь молятся, а его просто оклеветали, и вот здесь выстрелили к стенке, уничтожили. Таких братьев было очень-очень много, и не только братьев, и сестер тоже братьев. Этим ужасным путем прошло множество христиан. Я не стану отнимать времени рассказывать многих ужасов Советского Союза, страны, которая открыто объявила войну христианству и Богу. Результат вы все знаете. Но ветерок опять меняется, друзья мои. Ветерок меняется. Хотя, хочу сказать, что этим путем не только Россия прошла, друзья. Мне также удалось еще посмотреть несколько кадров, найти гонения, которые в наше время проходят во многих странах Африки, Сирии, Пакистане, Индии. В частности, в Индии я смотрел небольшую передачу, там, где в наше время, цивилизованное время, группу христиан поймали, они проводили богослужения. И вот разъяренная толпа людей вытащили их на городскую площадь и в присутствии полиции, охраны порядка кулаками, ногами, палками стали просто их убивать. Я тоже смотрел на этих молодых девчата, молодые ребята, парни. Они не оборонялись, никто из них в стойку не стал, никто не отмахивался, никто не кричал. Их просто били, пока не забили до смерти. Это вам показывают городская площадь, куча трубов лежат. Проехала машина, за руки, за ноги собрали, кидали его. Это сейчас. Это не сто лет назад. Это сейчас наши братья и сестры. Вот таким путем идет христианство. Ну а у нас с вами история немножечко поменялась. Вдруг повернулся резко ветер, пришла перестройка, пришло другое время, пришли другие возможности, и у нас появилась возможность убежать от красного террора. Как многие воспользовались этим. Это было действительно благословением для многих, те, которые уже устали, обессилили от притеснения, от гонений. И вот новые условия. Подул хороший, теплый, южный ветер. Наша гостеприимная страна Соединенных Штатов приняла в свои объятия тысячи и тысячи беженцев из Советского Союза, которые приехали сюда как религиозные беженцы, которых притесняли, которые пережили скорби, им протянули руку помощи. Какая благодать! Такой хороший ветер подул. Тут стемпы дали, мы там не помышляли, что такое бывает футстемпы, да? Медикал бесплатно дали всем, да? Ешь даже дали. Жилье нашли дешевенькое нам. Машинку каждый приобрел. Пусть сначала дешевенькую, сегодня, может быть, уже покруче машины у нас, да? И дома начали строить. Я замечал, как сначала первые дома мы покупали вот спокойно за 20 тысяч, там, за 15, за 25. Ну, домом трудно назвать, но для нас это было богатство. Сегодня, посмотрите, в каких домах наших христианства живет в основной массе, да? Подул хороший, такой теплый ветер. Я смотрю, братья, и сестер, которые бодрствуют и воспользовались этим временем ко благу. Начали открывать миссии, начали ездить проповедовать, открывать церкви, работу с молодежью, работа с детьми, множество труда. И я вам скажу откровенно, я свой труд сравниваю. Я бы сказал, что если бы я не попал сюда, в Америку, я бы столько не успел сделать за эти 25 лет. Господь дал уникальные возможности и техникам в наших руках, и электроникам, все, сколько много мы смогли сделать за это время. Но ведь далеко-то не все этим воспользовались, братья и сестры. И я смотрю, что ветер какой-то получился в перемешку у нас теперь. Во многие семьи сегодня ворвался этот северный ветер, который они совсем тут не ожидали. Стали подрастать дети. Кто-то вдруг узнал, что сын стал наркоманом. Кого-то дочь стала вести разгульный образ жизни. Никакой морали, никакой совести. кто-то стал воровать у своих родителей, кого-то посадили в тюрьмы, кого-то ушла жена, кого-то бросил муж. Казалось бы, среди ясного неба гром грянул. Так было здорово, такой рай земной. Откуда это пришло все? Откуда это взялось? И как вынести это все? Как это все пережить? Сколько сегодня христиан, братья и сестры, если бы вы знали, которые страдают и не находят в себе утешения? Мне приходится говорить с многими из них. Мы пытаемся при людях сделать улыбку на лице, показать счастливый вид, как-то сказать, что у нас все окей. А когда вникнешь в каждой семье, практически столько горя. И я смотрю, друзья мои, какой же это ветер и какой аромат мы издаем, когда эти ветры меняются в нашей жизни. Заметьте, в данной истории, где мы сейчас с вами прочитали, направление ветра не играет никакой роли. Вы заметили это, друзья? Дул с севера – аромат, дул с юга – аромат, с востока подул, с запада подул, откуда бы ураган не поднялся. Если это сад Божий, а оттуда аромат все равно не меняет ничего. Но путь такой нелегкий. И в одиночку нам отсюда, брат и сестры, не выбраться. Есть хорошие сравнения, есть много сравнений в Писании пути церкви на земле здесь. Одно из них очень удачно. Мы сейчас с вами даже салом пропели. Есть хороший псалом об этом. И мы сейчас немножечко поговорим о пустыне. О пустыне, в которой идут христианство. Об этом есть хорошее пение. И Симона, братьки, сопровождение. И мы с вами в этом сейчас прочитаем. Пустыней греховной земной, Где неправды гнетущий обман. Я к отчизне иду неземной, По кровавым следам христиан. Край родной, неземной, От обмана, мирской суеты. Я иду и приду к незакатному солнцу любви. Я иду и приду к незакатному солнцу любви. Кто это восходит от пустыни, опираясь на своего возлюбленного? Кто это восходит от пустыни? Мы сейчас слышали с вами прекрасные слова. Это была любимая песнь моего отца покойного, Это моя любимая песня. Пустыней греховной земной, Где неправды гнетущий обман, Я к отчизне иду неземной, По кровавым следам христиан. Эти слова принадлежат одному из патриархов нашего братца, Ивану Степановичу Проханову. Еще при царской России Его отца арестовали за свидетельство Иисусова и Слово Божье. Его ноги заковали в железные кандалы, Ковали руки, повязали цепями. Если вы помните в прошлое время, Пешком ссылали на каторгу в Сибирь. Через всю Россию Отец Иван Степанович в этих кандалах и цепях Гремя цепями прошел строем Самый север. После Иван Степанович Узнал этот маршрут Отца его, который прошел в кандалах, Он пешком Прошел этим путем. Прошел по следам отца. И вот во время его шествия по этому пути Господь дал ему слова этой песни. Пройти всю эту песню каждый из нас Поет, повторяет, как свое личное переживание. Мы здесь читаем с вами, друзья. Кто это восходит от пустыни? Вот мы с вами сейчас говорили только о северном ветре, О южном, о холоде, о жаре. Вы знаете, вот пустыня как раз вмещает в себя оба эти понятия. Если кто бывал в пустыне, я лично, правда, не бывал, Но я слышал братьев старших, которые бывали, И читал также об этом, Что условия пустыни как раз таковые, Что ночью там очень холодно. Очень холодно. Можно замерзнуть и погибнуть там. Но когда днем встает солнце, Становится нестерпимая жара, Что можно погибнуть от жары. Братья и сестры, так вот, прообраз этой пустыни, Это не что иное, как наша с вами земная жизнь. Мы с вами рождаемся в эту земную пустыню, И нам нужно ее пройти. Там и холод, и жара. Они переплелись. То один ветер, то другой. То с одной стороны, то с другой. То ночь, то день. То жарко, то холодно. Тяжело, невыносимо. Братья и сестры, именно этой пустыней-то И надо каждой душе христианской пройти Через эту земную жизнь. И здесь восклицает, вот, Восклицает Соломон в таком восхитительном слове, Кто это восходит от пустыни? Братья и сестры, Это церковь Иисуса Христа, Искупленная кровью Иисуса Христа. Это каждая спасенная душа Восходит от пустыни. Он восхищается ею. Он смотрит на нее, как некоторый феномен. Для него это было чудо. И вот здесь он такими словами сравнивает. Еще мы читаем в 6 главе 10 стих. Кто это? Блистающая, как заря, Прекрасная, как луна, Светлая, как солнце, Грозная, как полки со знаменами. Вот такими чудесными словами Он написывает церковь Христову, Которую он пророческим взглядом видел, Которая из пустыни, В глуби пыли поднимается, И она выходит оттуда. Друзья мои, Церковь Христова сегодня проходит пустыню земную. Нужно выйти из нее. Трудно, невозможно. Но есть один секрет, братья и сестры. Он открывается здесь сегодня. Именно это слово утешения, Я хотел бы остать сегодня вам на свидание. Она восходит, Опираясь на своего возлюбленного. Запомните, дорогая душа, Это слово, Эта невеста восходит из пустыни, Опираясь на своего возлюбленного. Я не знаю, как я сказал, Я в пустыне не был никогда, друзья. Ну, думаю, если бы меня сегодня выбросили в Сахаре где-то, Я бы оттуда не выбрался. Я бы не выбрался. Или ночью погиб, или днем. Или бы заблудился. Я не знаю, кому приходилось испытывать чувства, Когда вы не знаете, куда идти. У меня было такое. У меня было такое. Я в лесу заблудился, когда тяжело. Знаете, человек испытывает иногда такое одиночество жуткое, Идя по этой пустыне. Не знает, кого спросить. Кто бы помог. Кого не спросит. Никто не подскажет ничего, друзья. Мне даже когда-то такой интересный сон приснился. Я приехал на Украину в гости. И вроде множество людей. Я в толпе. И я заблудился. Не знаю, куда идти. Ни одного знакомого лица. И вот такое чувство паники пришло. Думаю, ужас. Куда я попал? Вроде столько людей. Вроде бы я должен сориентироваться. И я заблудился. Я не знаю, что происходит. Я в лосне даже стал молиться. Господи. Ну, это ж мой родной город. Ну, пошли мне. И вдруг я увидел друга моего детства. Я побежал. Ухватил за ним. Витек, вытащи меня отсюда. Я не знаю, как я сюда попал. Куда идти мне дальше. Но такая радость прошла. Я увидел кого-то. Друзья мои. Вот это чувство испытывает часто христианская душа на пути в этой пустыне. Когда вдруг сложатся такие обстоятельства, что ты не знаешь, что делать. Кому бежать. Как поступать. Ах, если бы кто-то дал инструкцию, сказал, делай вот так, вот так, вот так, и будет все хорошо. Но как часто, друзья, этой инструкции нет. Когда подсказать некому, помочь некому и бежать некому. Здесь нам Слово Божие открывает тайну. А эта возлюбленная выходит из пустыни, опираясь на своего возлюбленного. Она ухватилась за него обоими руками. Потому что он знает дорогу. Он знает, как укрыться от холода. Он знает, как спрятаться от жары. Он знает, как тебя вытащить из твоей ситуации. Он знает выход из твоего личного тупика. Когда твоя жизнь зашла в полный тупик, ты не знаешь, как поступать. Братья и сестры, я это знаю в своей жизни. Сколько моментов было с детьми, переживаний и в служении. Не знаешь, что делать. Ну не знаю, Господи. Вот если бы ты явился, мне сказал, мне было бы легко. Подобно Иову, который говорил, Господи, если бы ты пришел, я бы тебе высказал бы, я бы тебе задал вопросы. Ну кому мне идти? Я в тупике. Как часто душа дорогая мы испытываем в этой пустыне это чувство одиночества. И самое страшное чувство одиночества, друзья мои, одиночество в толпе. Когда много вокруг людей, а душа все равно страдает в одиночестве. Я хочу вам сказать, миленькие мои, сегодня всем тем, которые проходят земную пустыню. Я не знаю ваших обстоятельств. Может, сегодня у вас южный ветер в жизни, благословил вас Господь, но берегитесь, он может вас погубить. Может быть, в вашей жизни северный ветер задул, и вы не знаете, что делать. Скорбит и страдает душа. Дорогие мои, берегитесь, он может также вас погубить. Но есть выход опереться на возлюбленного своего, на Иисуса Христа, в абсолютном и полнейшем доверии Ему. Вы знаете, друзья, меня Господь учит доверию Бога в тупиковых ситуациях, именно тогда, когда самобольно. Вот такая наша, такая тенденция человеческая. Я искренне о себе говорю, я не знаю, как вы, но думаю, наверное, похоже. Вот мы, Господи, да я доверяюсь, я молюсь и днем, и три раза в день, и перед сном, и во сне. Я молюсь, я доверяюсь тебе, однако у нас все равно у каждого есть свой план некоторый. План на завтрашний день, план, как я решу свои финансовые проблемы, какому доктору поехать, какой рецепт, а там народные средства узнали, да. Мы-то молимся, Господи, ну мы-то молимся тебе. Но у нас есть тут свой определенный план, друзья мои. И Господь, знаете, до определенного времени это терпит. Смотрит на нас, как на детей, знаете, бестолковых. И иногда предупреждает. А потом приходит момент, когда она говорит, довольна, довольна. Ты хотел попробовать твои планы, ну-ка попробуй их. И они вдруг рушатся один за другим. То диагноз поставили смертельный, то кто-то умер в семье, то пришли обстоятельства, которые мы больше не контролируем. Вот тут-то, друзья мои, вот в этот момент, и приходит момент осознания и обучения нас абсолютному доверию Богу. Когда все средства обрезаны вокруг. И тогда я падаю, Господи, все, я сдаюсь. Да будет только твоя святая воля, потому что у меня выхода больше нет. Вот в этот момент, друзья, начинает Господь уже действовать откровенно и даже чудеса являет. Если среди нас есть душа, которая устала барахтаться в одиночестве. Если среди нас есть душа, которая заблудилась в этой пустыне. Которая не имеет выхода и не знает, как выйти. Сегодня Господь здесь. Любящий Господь, который любит вас, который готов вас вывести, Он сейчас здесь. Все, что нужно сделать, ухватиться за Него. Бог, если вы член церкви многие годы, может быть, ослабели, может быть, вас увлекло что-то в жизни. Я имел в виду некоторые вещи рассказать о нашей современной жизни, но я не стану отнимать больше времени. Я знаю, что укажут свои обстоятельства, и вы их знаете лучше. И хочу тебе сказать, дорогой брат и сестра, в какой бы ты ситуации сейчас ни находился. То ли это в семье, у тебя на работе, здоровье, что угодно. Я хочу вам сказать, все, что вам нужно. Уцепиться за своего возлюбленного. Уцепиться за Иисуса Христа. И Он выведет вас из пустыни. Он проведет вас победоносным путем. Дорогая душа, тот, кто устал сегодня, кто заблудился, кто не знает выхода, кто находится в тупике или находится в борении, в тяжести труда и служения. Дорогие мои, путь у церкви только один. Иисусом Христом выход из пустыни. И вот один день, друзья мои, закончится земная жизнь. Выпорхнем мы из этого тела, и Господь нас в конце концов выведет из этой пустыни, в те вечные обители, в этот прекрасный небесный уже благоухающий сад, где будет праздник небесный, на котором мы будем с вами торжествовать. Вот такое простое мое пожелание, дорогие мои, церкви. И хочу еще сказать одну вещь. Это слово пророческое. Хотя пророчество – это не мое, а пророчество – Слово Божие. Братья и сестры, церковь Христова переживала много разных периодов за протяжение двух тысяч лет. Значит, сейчас мы с вами приблизились к периоду заключительного зимнего северного урагана. Из которого своими силами не выбраться никому. Сам Христос сказал, 24 глава Матфея, 9 стих. «Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга». Это заключительный северный ураган, который придет не локально на какую-то церковь, на какое-то общество, на какую-то страну, а который сегодня приходит на весь мир, братья и сестры. Вот это слово, которое Господь нам из песни песней сказал, это нам тоже пророческое слово наперед, каким образом выйти из этой пустыни, полагаясь только на своего возлюбленного. Придет время, когда мы не сможем положиться даже друг на друга. Запомните это слово, друзья. «Кто это восходит от пустыни, полагаясь и держась всеми силами только за своего возлюбленного?» Сейчас будет наша молитва, братья и сестры. Пусть это будет молитва церкви, тех, кто давно уже идет за Господом. Чтобы нам дойти этим путем. Сколько людей пало в пустыне, которые прошли полпути и больше, и все-таки пали косми в пустыне. Сколько избранного народа, которые вышли из Египта, погибли в пустыне. Слово Божие, а это были для нас с вами образы, братья и сестры, образы. Мы с вами идем сегодня тем же самым путем. Сейчас наша молитва, молитва церкви и также молитва тех, как я сказал, кто в одиночку барахтается сегодня в этой пустыне. Прекратите бесполезное занятие. У вас ничего не получится. Сегодня Иисус здесь. Если кто хотел бы сегодня всеми силами своей души ухватиться за Господа, который вас любит, сделайте это сейчас, пока на это есть время и благоприятная возможность. Пройдите сюда, склоните колени, мы вместе с вами. Помолимся нашему Господу церковь. Молитесь все, и мы сейчас станем для молитвы. Возвысим наши голоса и прославим нашего Господа. Аминь. Дорогие сестры, давайте мы с вами объединимся сейчас единодушно в молитвенном пении. «Услышь мольбу и вздох души мои». Один куплетик. «Услышь мольбу и вздох души мои». «Услышь мольбу и вздох души мои». «Хочу тебя, мой Бог, хочу тебя, мой Бог, любит сильней. Дорогой наш Отец Небесный, мы единым устами, единым сердцем, ныне обращаясь к Тебе, возносим Тебе честь и хвалу за то, что Ты такой чудесный, великий Бог, за то, что Ты возлюбил человечество и послал Сына Своего Единородного, чтобы выкупить нас от греха, чтобы даровать нам спасение и жизнь вечную. Слава Тебе, хвала, аллилуйя, Богу нашему. Ты достоин хвалы. Господи, сегодня мы достигли последних времен, о которых Ты пророчески говорил, что настанут времена тяжкие, Господи. И мы видим, как сейчас ветер меняется. Мы стоим в преддверии этого северного урагана, Господь. А многие из нас не готовы к этому. Нас так, Господь, усыпил этот южный ветер, что многие из нас уснули и задремали. Кто-то и погиб на этом пути, Господь. Ты видишь, как во многих личных жизней христиан сегодня утрачен этот духовный смысл, духовная жизнь. Во многих семьях сегодня, Господь, Слово Божие в пренебрежении. Многие христиане не читают, не изучают, не молятся, не постятся, не служат Тебе, Господь, жертвенно. Как много сегодня эгоизма, как много сегодня того человеческого, что совершенно не должно проявляться в христианстве, Господи. И вот сегодня через эти слова Ты напоминаешь нам, и Ты пробуждаешь церковь Твою, чтобы мы проснулись. И Ты сказал, Господь, когда Вы увидите все сие сбывающимся, проснитесь, поднимите головы Ваши, приближается избавление Ваше, Господи. Как бы ни хотелось нам видеть погибшими, наших близких, те, которые, может быть, многие годы шли этим путем, а потом все-таки ослабели. Господи, сегодня Ты призываешь все церкви посеместно к пробуждению, к возрождению, чтобы нам очиститься, осветиться в кротости и смирении, прийти к Тебе и ожидать встречи с Тобой. Действительно, Господь, мы сегодня идем к этой пустыне греховно-земной, где ветры со всех сторон дуют различные, и соблазны, и искушения, и обман различный. Господи, я прошу Тебя сегодня, церковь Твую пробуди, тем, кому сегодня трудно особенно в семьях переживания, в личной жизни. Так что, знаешь, Господь, много христиан, которые сегодня страдают за Слово Твое, которых убивают, притесняют в опасностях и гонениях. Господи, защити народ Твой, помоги нам бодрствовать и всецело полагаться на Тебя. Господь, я благодарю Тебя, что Ты меня пробуждаешь и проводишь через тяжелые обстоятельства. Господь, я только на Тебя полагаюсь. Ты видишь мое положение, Господь. Я вижу эти уроки Твои, что на свои силы полагаться не стоит. Мы заблудимся. Я сегодня также вместе с народом Твоим полагаюсь ногам Твоим, доверяюсь Тебе целиком и полностью, и прошу Тебя, веди по жизни. Благослови Господь, так же, вот всю эту поместную церковь, братьев-пресвятеров, служителей, членов церкви, молодых, пожилых, семей, Господь. Благослови, чтобы эта церковь процветала здесь, чтобы это благоухание Твое распространялось на всех окружающих людей, близких, родственников, семьях, среди соседей, чтобы это привлекало к Тебе, Господь. Пошли здесь пробуждения, пошли благословения в этом доме, Господь, чтобы Слово Твое здравое звучало здесь и пробуждало многие сердца. Благодарим Тебя за это прекрасное общение, Господь. За то, что мы слышали сегодня много, мы благодарны Тебе. Я прошу, пусть это Слово, которое сегодня Ты говорил нам, и вчера в беседе, пусть оно будет в сердцах наших размышлять о Нем, и самое главное, принять Его, как от Тебя, и жить по Слову Твоему. Да будет имя Господне, благословенно и прославлено, и ныне, и во веки веков. Аминь. 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 Каждый день утешаясь душой, в Иисусе богатством владею, Царь царей мой раби, в Нем заступника друга нашел, в Нем имею прощенье грехов. Я наследником сделал за небо, по богатству любви и по милости вечной его. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Негативное имеется свидетельство в виду, чтобы вы до вечера могли мне позвонить, потому что вечером мы уже не будем принимать никаких свидетельств негативных. Итак, Лишенко Сергей, как вы знаете, он женился не так давно, и он желает присоединиться к нашей поместной церкви. До этого он был членом церкви Суламитии. Тодорова, правильно? Тодорова Марьяна. А она в следующее воскресенье выходит замуж за члена нашей поместной церкви. Она приехала к нам из Молдавии, правильно? Из Молдавии, где была членом церкви, привезла рекомендательное письмо и желает присоединиться к нашей поместной церкви. Семейство Давкиных, Дмитрий и Алена, они приехали из Киргизии, и там они были членами церкви в Бишкеке и желают присоединиться к нашей поместной церкви. И также Анисимовы, брат и сестра, Роман и Лидия, они были членами церкви в Ванкувере, в Благодати, но уже многие годы посещают нашу церковь, и я был очень рад получить от них заявление на то, что они желают стать членами нашей поместной церкви. Поэтому, пожалуйста, посмотрите на них. Я почти уверен, что у вас не будет каких-то негативных свидетельств о них. Сегодня, если Бог благословит, на вечернем служении они станут членами нашей поместной церкви. Благодарим. Проходите, пожалуйста. Сегодня в час дня будет молодежное служение. Буквально сразу после завершения, молодежь, проходите. Там будет для вас обед и служение молодежное. И в пять часов вечера будет членское собрание. Братья и сестры, убедительнейшая просьба члены церкви, не игнорируйте этих служений. Это важное служение. И во время собрания будет репетиция оркестра, которым руководит Николай Дмитриевич, в братской комнате. И после будет братский хор. Правильно, да? После служения. После служения вечернего будет братский хор. На неделе, в понедельник в семь вечера разбор, в пятницу в семь вечера. И в воскресенье в десять утра и в пять часов вечера. Братья и сестры, в воскресенье утром у нас будет радостное служение. Брат и сестра нашей церкви решили создать семью. Это Вадим Черкив и Марьяна Тодорова, которую сегодня уже представляли. В следующее воскресенье будет торжественное служение, посвященное их бракосочетанию. Вот это важные служения, интересные служения. И я просто еще раз напоминаю, Господь повелел нам что делать? Радоваться с радующимися и плакать с плачущими. Поэтому очень неправильно со всех сторон и в первую очередь с догматической точки зрения поступают те, которые игнорируют служение, где происходят бракосочетания. Всем нам иногда полезно освежить какие-то истины о браке, о устройстве семьи, даже если мы их хорошо знаем. Поэтому в следующее воскресенье на утреннем служении будет бракосочетание. Мы рады приветствовать наших гостей, которые, может быть, первый раз в нашем собрании. Братья и сестры или друзья, вообще у нас не всегда собрание почти по три часа. Это редкое исключение. Поэтому не пугайтесь, а то скажите, вот придешь и три часа тут с ними надо быть. Обычно у нас собрание двумя часами ограничивается. Мы рады вас видеть и приглашаем, чтобы вы могли еще приходить на наше богослужение. Одно важное объявление, братья и сестры, будьте внимательны, и затем мы молимся. Уже многократно и многие, и братья и сестры, верующие люди, обращались к нам с тем, чтобы мы могли оказать какую-то помощь на Украину. Мы много раз на Братском Совете уже об этом говорили, но всякий раз у нас упиралось все в одну проблему. Несложно собрать помощь. Вопрос, каким образом это все действительно доставить тем людям, которые нуждаются в этом, и мудро распределить. И вот я думаю, в ответ и на наши молитвы Господь дает нам чудесную возможность. Значит, сейчас есть одна миссия, которая готова организовать отправку контейнера с помощью туда и на месте распределить это все как среди верующих, так и среди неверующих людей на юго-востоке Украины, на Донбассе, и вот Луганская там область. Поэтому мы хотим объявить, что мы хотим в этом участвовать. Пожалуйста, я уверен, что дома у каждого из нас есть немало хороших вещей. Хороших, но не востребованных. Это одежда, это обувь, это какие-то теплые вещи, это постельные принадлежности, ну, кроме матрасов, конечно, да, то есть одеяло, подушки, постельные принадлежности, наволочки, пододеяльники. Пожалуйста, вот сейчас мы обращаемся к церкви и просим. Давайте мы проведем дома ревизию наших вещей и то, что хорошее. Ни в коем случае не надо по принципу «на тебе Боже, что нам не гоже», да? Вот это не надо, лучше отвезите куда-нибудь или выкинете. Но хорошие вещи, которые еще послужат другим людям, как жертва для Господа. Давайте мы соберем, чтобы это было чистым, приведенным в порядок. Желательно, чтобы это было рассортировано. Сложите в коробочку. И начиная с этой недели, с этой пятницы, вы можете приносить эти вещи в дом молитвы. Брат Владимир Воронин, встаньте, пожалуйста. Он будет заниматься этим дальше. Мы будем подготавливать этот контейнер. Он наверняка обратится к кому-то из молодежи, а может быть и из немолодежи, кто желает поучаствовать в этом труде. Пожалуйста, братья и сестры, давайте откликнемся. Вот это та возможность, где мы можем реально послужить Господу в лице других людей. Хорошо? Пожалуйста, не проигнорируем эту просьбу. И молитвенные просьбы, и благодарности, и мы будем молиться. Семья Молицких благодарит за Вениамина чудесное возвращение к жизни. Мы будем благодарить, будем продолжать молиться за Вениамина. Также мы будем молиться за Валерия Антонюк. Благодарить будем. Вчера ему исполнилось 50 лет Валера. Поздравляем и желаем обильных Божьих благословений. Семья Губчак. Виталий и Наталья, 23 года совместной жизни. Поздравляем. Благослови вас Господь. Также просят помолиться за сына и брата Александра. Я так понимаю, что у него день рождения. Непонятно было в записке. И о дальнейшем его благословении помолимся. Также Ткачев Александр. У него день рождения. Поздравляем. И сестра просит поблагодарить. Ее приняли на работу. И попросить, чтобы Господь благословил и дальше. Также просьбы за семью Розы и Курбана. Они живут здесь, чтобы у них не развалилась семья. Помолимся. Сестра Аня Нямцу упала и сильно повредила спину. Сейчас лежит дома. Помолимся, чтобы Господь ее уврачевал. Аня Захарова воспаление легких. Помолимся, чтобы Господь уврачевал. Также просит сестра Елена за дочь Наталью. О духовном исцелении и возвращении здравого рассудка. Помолимся. Также сестра Наталья, она сегодня с нами. Она переселилась с другого штата. И сейчас у нее здесь устройство. Помолимся, чтобы Бог ее благословил. Давайте помолимся о всех братьях, которые на траках ездят. Чтобы Бог сохранил. Сейчас холод пришел. Помолимся об этом. И вот просьба. Давайте мы помолимся за брата Каприяна Александра. У него сейчас большие переживания в жизни. Серьезные переживания. Я прошу, помолитесь тоже и дома, чтобы Господь защитил его от некоторых людей. И у меня к вам большая просьба. На этой неделе мне предстоит поездка в Миннесоту по приглашению одной церкви. Очень серьезная поездка. Я прошу, пожалуйста, вспоминайте меня в молитвах ваших, чтобы Господь благословил. Итак, встанем для молитвы. И на выходе, если кто-то желает, вы можете приобрести диски. Вот брат Александр привез служение их церкви, проповеди некоторые. Интересные диски. На выходе вы можете их приобрести. Помолимся. Отец Небесный, мы сердечно Тебя благодарим за то, что Ты велик в Твоей любви и милости. Ты многое к нам сегодня говорил и через слово Твое, и через пение хора, и через участие брата Александра на скрипке. Слава Тебе, Господи! Помоги, чтобы все это мы могли сложить в наших сердцах, и чтобы могли растворить эта вера и применить в нашей практической жизни. Господи, вот все эти благодарности и просьбы мы зачитали пред Твоим святым лицом. Ответь на каждую просьбу, и да будет Твоя милость в тех нуждах, которые зачитаны, и в тех благодарностях, которые тоже зачитаны. Господи, выйди навстречу. Сейчас распусти нас Твоим божественным миром, и благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудут со всеми нами. Аминь. С миром Божьим! 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 С миром Божьим!